Время подводить итоги на нашем канале. Здравствуйте! Я приветствую всех, кто смотрит нас в эту минуту. В течение ближайшего времени подробно о главном на уходящей неделе вам расскажем я, Алиса Кайряк, и мои коллеги-журналисты пятого канала. Как всегда, в начале выпуска коротко об основных событиях минувших дней и главных темах сегодняшней программы. Кругом одни шпионы. Правящее большинство готовится законодательно объявить поездки политиков в Россию и финансирование из этой страны государственной изменой. В эту же категорию попадет и дезинформация, подрывающая суверенитет и конституционный строй. Свыше половины граждан Молдовы не хотят видеть санду второй раз на президентском посту. Какие еще любопытные результаты показал недавний соцопрос компании «ИМАС». Несмотря на прошедшие протесты, в Молдове прекратят работу 8 профессиональных школ и колледжей. Министерство образования не будет отказываться от нового этапа реформы в системе просвещения. Что об этом говорят в самих учебных заведениях. В Гагаузии прошли протесты в защиту строящегося в Кангазе бесплатного парка развлечений. Руководство и жители автономии обвиняют официальный Кишинев в попытках заблокировать строительство. Число объявленных властью шпионами и предателями может в ближайшее время резко возрасти. То, о чем пока представители правящей партии ПДС говорили на уровне политических деклараций, направо и налево, называя многих оппонентов и критиков власти, особенно тех, кто осмелился съездить в Россию руками Кремля, они собираются сделать реальностью. Для чего в Уголовный кодекс Республики Молдова планируется внести изменения в статью 337, которая так и называется «измена Родине», а именно ввести в него новую форму государственной измены. Пособничество иностранному государству, иностранной организации, антиконституционному образованию или их представителям в осуществлении враждебной деятельности против государственной безопасности. И, внимание, это может выражаться в том числе в дезинформационных кампаниях, деятельности, организованной в течение определенного периода времени, направленной на достижение враждебных целей путем дезинформации общества, которое может нанести ущерб суверенитету, независимости, единству, неделимости, безопасности или обороноспособности Республики Молдова. Авторы поправок депутат ПДС Игорь Ерьяк. И хотя Молдова не объявляла войну России, как и та, в свою очередь, нашей стране, но, как отмечает автор проекта, она является государством-агрессором. А значит, связь конкретно с этой страной будет квалифицироваться как измена. Если логика закона будет следовать тем же политическим декларациям пасовцев, то даже не имея доказательств, что банально поездка в Россию – это посягательство на суверенитет Молдовы и ее государственный строй, сам ее факт позволит объявлять человека врагом государства. Понятие «предательство Родины» в Уголовном кодексе может быть расширено. Согласно соответствующему законопроекту, предательство Родины включает в себя действия по оказанию помощи иностранному государству, зарубежной организации, неконституционному образованию или их представителям для осуществления подрывной деятельности против безопасности государства. Инициатива, разработанная депутатом от Партии действий и солидарности Игорем Кириаком и была вынесена на публичные консультации, которые прошли в парламенте. Измена Родины, то есть поступок, совершенный преднамеренно гражданином Республики Молдова против суверенитета, независимости, неделимой целостности, безопасности или обороноспособности Республики Молдова в интересах другого государства, иностранной организации, неконституционного образования или их представителей, что выразилось в переходе на сторону врага во время войны или вооруженного конфликта, шпионажи, разглашение государственной тайны, оказание помощи в проведении подрывных действий против безопасности государства. По данному проекту высказались депутаты, отправящие партии, принявшие участие в публичных консультациях. Уазу Нантой заявил, что Российская Федерация – это государство-агрессор, и что есть политики, которые используют деньги государства-агрессора для атаки на суверенитет Республики Молдова, и это является изменой Родине. Другой депутат от ПДС Адриан Кептанар утверждает, что политики, которые выезжают в Российскую Федерацию, чтобы учредить политическую партию перед выборами и после этого возвращаются, чтобы подчинить себе власть в угоду интересам Российской Федерации, представляют собой крайне серьезную угрозу безопасности государства. Следует отметить, что согласно одной из поправок к законопроекту понятия «измена Родине», охватывает и кампании по дезинформации деятельность, организованную в определенной период времени, направленную на достижение подрывных целей путем дезинформации общества. При этом, как конкретно будет подтверждаться и измеряться государственный ущерб, нанесенный поездкой или даже переводом из России каких-либо денежных средств, и тем более угроза конституционному строю и суверенитету, пока непонятно. Также неясно, как именно будет определяться, какая информация нанесла ущерб государственным интересам и какой именно, или повлияла на суверенитет. Проект закона предстоит рассмотреть в профильных парламентских комиссиях, после чего он будет вынесен на рассмотрение парламента. И еще несколько вопросов, которые возникают в связи с этой инициативой. Любопытно, как конкретно будет подтверждаться и измеряться государственный ущерб, нанесенный поездкой или даже переводом из России каких-то денег, и тем более угроза конституционному строю и суверенитету. Если политик заявил, скажем, что рынок ЕАЭС нужен молдавским аграриям, а конкуренцию с импортом европейской продукции они не выдержат? Или что у выхода из СНГ могут быть негативные последствия для страны? Или что газ можно покупать у «Газпрома» по более привлекательной цене? Все это посчитают угрозой и изменой? Или если он это заявил несколько раз? А то, что сами европейские страны даже на фоне санкций продолжают покупать нефтепродукты у России, как-то учтется? Как конкретно будет определяться, какая информация нанесла ущерб государственным интересам и какой именно или повлияла на суверенитет? И чьи интересы на самом деле задеты страны или власти в лице конкретных людей, давно отождествляющих себя государством? Государство это Санду, Ричан, Гросу. А как быть 43% наших сограждан, которые, согласно соцопросу, считают, что наиболее подходящим для страны подходом во внешней политике являются сбалансированные и взвешенные отношения как с Евросоюзом, так и с Россией. А власти ведут совершенно иную политику. И кто тогда действует против государственных интересов? Данные, которые мы сейчас привели, это результат исследования компании «Имос», объявленного на этой неделе. Опрос также показал, что почти половина граждан страны считает, что экономическая ситуация в Молдове ухудшилась после прихода к власти нынешней правящей партии. 22%, что осталось прежней, 23%, что она улучшилась. 55% респондентов заявили, что было бы лучше, если бы президентом после выборов стала не Майя Санду, а кто-то другой. При этом свыше 60% не верят, что выборы будут свободными и честными. Около 40% граждан Молдовы не удовлетворены уровнем своей жизни. 30% заявили, что они не удовлетворены и недовольны. И только 28% вполне довольны тем, как они живут. Таковы данные социологического опроса, проведенного и представленного компанией социологических исследований «Имос». Исследование также показало, что 49% опрошенных граждан считает, что экономическая ситуация в стране ухудшилась после прихода к власти нынешней правящей партии. 23% считают, что ситуация улучшилась, а 22% заявили, что она осталась прежней. Граждан также спросили, заслуживает ли Майя Санду быть избранной на второй президентский срок. 39% заявили, что нынешний президент заслуживает того, чтобы выиграть еще один президентский мандат. В то же время 55% сказали, что было бы лучше, если бы президентом стал кто-то другой. На вопрос, насколько вы уверены, что президентские выборы будут свободными и честными, 64% респондентов ответили, что не верят, что выборы будут честными и свободными. А 70% участников опроса считают, что будет второй тур, в который пройдут Майя Санду и Игорь Дадон. Если бы в ближайшее воскресенье состоялись досрочные парламентские выборы, то в законодательный орган прошли бы три политические силы. Это партия «Действия и солидарность», которая получила бы 33,7%, блок коммунистов и социалистов, за которых проголосовали бы 22,3% респондентов и представители политического блока «Победа» с 11,6%. Речь идет о ПДС, БКС и конгломерате партий, образованном партиями «Шанс», «Возрождение» и так далее. Три формирования, которые могут преодолеть избирательный порог. Примерно такой же расклад по вопросу о том, кого следовало бы наказать или к кому испытывают ненависть. ПДС с почти 40% по-прежнему находится во главе этого рейтинга, являясь партией, о которой 40% респондентов заявили, что не будут за нее голосовать. Проведенный опрос также показал, что только один из 10 жителей страны ставит отличную оценку работе нынешнего правительства. 27% респондентов оценили правительство Дарина Ричана на 7,8 баллов, а 33% поставили отметки от единицы до тройки. Если бы в ближайшее воскресенье состоялся референдум о вступлении в Евросоюз, большинство граждан Республики Молдовы проголосовали бы «за». Согласно результатам, полученным ИМАС, за вступление проголосовали бы 54% граждан. 28% написали бы в бюллетенях, что они против. За вступление страны в Евразийский союз проголосовали бы 39% респондентов. Что касается возможного референдума об объединении Молдовы и Румынии, то 38% участников опроса заявили, что они были бы не против объединения. Вступление Республики Молдова в НАТО поддерживает 31% респондентов. Результаты опроса также показали, что 43% респондентов считают, что взвешенный подход во внешней политике, как в отношениях с Евросоюзом, так и с Россией, является наиболее подходящим для страны. Из общего числа опрошенных 34% поддерживают проевропейскую политику, 13% выступили за союз с Румынией, 4% граждан за пророссийскую ориентацию, 6% участников не дали четкого ответа. В рамках опроса граждане также высказали свою позицию по поводу тендера на аренду коммерческих площадей в Международном аэропорту Кишинева. 55% респондентов считают, что результаты тендера будут сфальсифицированы, и его победителем будет объявлена кампания, которая устраивает власть имущих. Только 17% граждан считают, что тендер будет честным и транспарентным. 28% участников опроса не ответили на этот вопрос или заявили, что не имеют четкого мнения на этот счет. Проведенное исследование также показало, что 50% респондентов считают политику власти ПДС по отношению к гагаузской автономии неверной. 29% граждан назвали ее правильной. Более 45% участников опроса заявили, что разговаривают на молдавском языке, а 72% сказали, что считают себя молдаванами. Представители власти не прокомментировали результаты социологического исследования. Ранее и в администрации президента, и в правительстве, и в пресс-службе правящей партии заявили, что не комментируют данные соцопросов. Нынешний опрос проводился в период со 2 по 19 мая компанией «ИМОС» по заказу «Индепендент Ньюс Румыния». В нем приняли участие 1088 респондентов в возрасте от 18 лет из 12 населенных пунктов правобережных районов страны. Погрешность опроса находится в пределах 3%. Не ценят в Молдове президента сограждане так, как ее принимают за рубежом. Это признали даже сами пасовцы, объяснив этот феномен непонятливостью людей и российской пропагандой, конечно. И действительно, европейские политики, делающие выводы о результатах деятельности главы молдавского государства на своем посту по ее декларациям во время зарубежных визитов и форумов, снова наградили Санду. На этот раз речь идет о награде, которую она получила в Германии. Это премия Роберта Блюма за демократию 2024 в размере 25 тысяч евро. Мы поговорили с жителями столицы о том, насколько заслужена эта награда и что об этом думают люди, которые могут оценить работу президента не по заявлениям, а конкретным результатам. В воскресенье президент Майя Санду получила премию Роберта Блюма за демократию 2024 в размере 25 тысяч евро, которые предоставлены под патронажем президента Германии Франка Вальтера Штанмайера. Мы вышли на улицы, чтобы спросить мнение жителей Кишинева, что они думают об этой награде и насколько она заслужена. За какую демократию она получила эту премию, если у нас закрыли 13 постов, телеканалов, 50 порталов, новостей? Не знаю, почему так Европа относится к этому. Возможно, они тоже, наверное, все не знают. Или за какими глазами смотрят на это. Мы решили, что наш президент получил демократический премий. Какая она счастливая. Что-то мы, пенсионеры, столько отдав Молдове, ничего не получаем. У меня более 50 лет рабочего стажа. Я пенсионерка, продолжаю работать. И очень хочу, чтобы Молдова была недемократичной. Потому что нынешняя демократия, вы знаете, мне это напоминает, когда объяснили, что такое демократия. Это демон властвует. Некоторые граждане рассказали нам, что ничего не знают об этой премии. Не слышала. Это нехорошо. Почему? Потому что ее надо отдать народу. Она не заслужила. За что ее наградили, не могу понять. Я не знаю. Я первый раз слышу. Считаю, что они неправильно делают это в Санду. Потому что закрываются все каналы. Я смотрю, у меня даже дома все каналы закрыты. Нет доступа к нему, ничего. У вас никаких не сообщают. Что там в России делается. Что вообще делается на нашем свете. Жители Кишинева рассказали нам, что Майя Санду никоим образом не заслуживает этой премии. Полученная награда, по их словам, больше похожа на пассивную коррупцию перед президентскими выборами. Премия за демократию? Не знаю, насколько она этого заслуживает. Я не могу сказать, что у нас стопроцентная демократия. Что должна Майя Санду сделать с этими деньгами? Не покупать машину или квартиру, а передать сумму в дом престарелых, в детский дом. В нашей стране много нуждающихся. Нет, нет, не заслужила. За что ей дали премию? Какая у нее заслуга? Скажите. Я вам говорю, у меня сердце чувствует, она не будет больше. Ее надо выгонять. Потому что нам плохо, особенно пенсионерам. Ее надо выгонять. Ничего никому она не даст. А как вы думаете, это не пассивная коррупция перед выборами? Конечно. Напомним, что Майя Санду уже получала премию в размере 30 тысяч евро в румынском городе Тимишуара. Представители общественного мнения тогда квалифицировали денежную награду как вызов здравому смыслу или акт коррупции. Позже Национальный центр по борьбе с коррупцией заявил, что Майя Санду может взять деньги у мэрии Тимишуары, поскольку термин «премия» не включен в список подарков в законе о неподкупности. Последовала и другая критика. В результате Санду пожертвовала эту сумму неправительственной организации. В минувшую среду в Кишиневском суде состоялось очередное заседание по делу о краже миллиарда. Как сообщает ТВР Молдова, выдан ордер на превентивный арест Владимира Плохотнюка сроком на 30 суток. Ему предъявлено обвинение в делах «Металфероз», «Банковское мошенничество» и «Кулек», в которых фигурирует и бывший президент Игорь Дадон. Лидер ПСРМ попросил суд отложить рассмотрение его дел до следующего года в связи с участием в предвыборной кампании. До сих пор такими поблажками никто никого не баловал. Всего же по делу о банковском мошенничестве проходят семь обвиняемых, в том числе Дарин Драгуцану, бывшей управляющей Национальным банком Румынии. Его обвиняют в соучастии в мошенничестве и отмывании денег в особо крупном размере, осуществляемых организованной преступной группой. Пока единственным завершенным делом с объявленным приговором остается дело Илона Шора по двум пунктам обвинения – мошенничество и отмывание денег. Адвокаты политика опротестовали вердикт в высшей судебной палате. Инстанция пока его не рассматривала. За это время адвокаты сумели допросить одного из главных, по их словам, свидетелей, бывшего руководителя Департамента надзора Национального банка Молдовы Матея Дахатару, который отказался от большей части своих показаний. И эта сторона защиты приложила к запросу в ВСП. А на этой неделе появилась информация, что по мнению экс-прокурора Департамента юстиции США Джастина Водл, если бы судебный процесс в отношении Илона Шора проходил в США, то политик не был бы осужден по делу о банковской краже ввиду отсутствия доказательств. Эта позиция была высказана на тематической конференции, прошедшей не так давно в Нью-Йорке. Если бы судебный процесс в отношении Илона Шора проходил в США, то политик не был бы осужден по делу о банковской краже ввиду отсутствия доказательств. Об этом заявил бывший заместитель прокурора Южного округа Нью-Йорка, экс-прокурор Департамента юстиции США Джастин Уодл на прошедшей в Нью-Йорке конференции. По его словам, все материалы, призванные доказать фиктивность выплат, взяты из отчета компании Кроллы. Они не признаны в суде в качестве доказательств. Таким образом, американский суд заявил бы, что они не могут быть приняты как доказательства. Суд бы сказал, не можете представить доказательства, значит дело будет закрыто, пояснил Джастин Уодл. Кроме того, по словам прокурора, если бы судебный процесс проходил в США, то показания главного свидетеля обвинения по делу Шора не были бы приняты судом, так как они основаны на его собственных домыслах. В Молдове главный свидетель дал показания на первом этапе судебного процесса, а впоследствии на повторном слушании он не был доступен. Но суд, основываясь на первоначальных показаниях, осудил Шора. В США это недопустимо, подчеркнул прокурор. Ранее Джастин Уодл заявил, что апелляционная палата Кишинева использовала неподтвержденные доказательства против Илона Шора, отметив, что в США что-то подобное невозможно, поскольку это нарушает фундаментальные принципы и стандарты американской судебной системы. По мнению бывшего специального агента ФБР Мэтью Хока, в расследовании по делу Шора в Молдове были допущены существенные отклонения от законодательства, и что молдавские власти не проверили достоверность доказательств, представленных в суде, в том числе информацию, предоставленную частной консалтинговой фирмой, которая провела оценку. Внимательно проанализировав ход судебного процесса и материалы, представленные, чтобы доказать вину Илона Шора, оба эксперта поставили под сомнение законность его осуждения. По этому поводу мы запросили комментарии в прокуратуре по борьбе с коррупцией, однако ко времени подготовки сюжета к эфиру не получили ответ. 13 апреля прошлого года апелляционная палата Кишинева заочно приговорила Илона Шора к 15 годам лишения свободы по делу о краже миллиарда по двум пунктам обвинения – мошенничества и отмывания денег. Данное решение является окончательным и подлежит исполнению. Адвокаты политика обжаловали приговор в высшей судебной палате. Напомним, бывший глава департамента по надзору Национального банка Молдовы Матейда Хатару, один из свидетелей обвинения в деле Илона Шора, частично отказался от своих показаний, уточнив, что произвольно назвал сумму ущерба государству, исходя из собственных домыслов. В реакции на это глава прокуратуры по борьбе с коррупцией Вероника Драголин сказала, что уверена в достоверности доказательств по делу о банковской краже. Со своей стороны Илон Шор подчеркивает, что является невиновным. Президенту Майе Санду не удалось доказать, что она является президентом для всех. И провалы власти ассоциируются с ее именем. На встрече с главой государства представители ряда правых партий предложили Санду отправить в отставку правительства. Хотя бы тех министров, которые не справляются со своими обязанностями и которых подозревают в коррупции. Об этом сообщил один из членов блока Эмприуна Александр Бужаряну в эфире телеканала Н4. По его словам, при выполнении этих условий блок готов выдвинуть Санду как единого кандидата на предстоящих в октябре президентских выборах. Напомним, политический блок правых проевропейских партий Эмприуна был сформирован в апреле этого года. Туда вошли коалиция за единство и благополучие, Куб, платформа достоинства и правда, партия перемен и Лига городов и коммун. Президенту Майе Санду было сделано предложение стать кандидатом от проевропейских сил на осенних выборах главы государства. Однако она от этого отказалась после того, как ей выдвинули условия отправить в отставку правительство Ричана или, по крайней мере, заменить токсичных министров, подозреваемых в коррупции. Об этом заявил один из членов блока Эмприуна Александр Бужаряну в эфире телеканала Н4. У госпожи Санду был шанс и он еще сохраняется стать кандидатом от нескольких политических сил. Мы предложили ей на последней встрече отправить в отставку правительство или, по крайней мере, министров, которые не справляются и которых подозревают в коррупции, которые плохо справлялись с кризисами, в том числе в сельском хозяйстве, которые плохо управляют экономикой страны, и создать правительство национального единства. Но эта инициатива не пользуется большой популярностью в рядах правящей партии. И, к сожалению, госпожа Санду не может расстаться с определенными министрами, ставшими токсичными уже не только для правящей партии. Они стали проблемой не только для ПДС, они стали проблемой для страны. У нас есть информация, что в отношении этих министров ведется расследование, в том числе по уголовным делам. По словам Бужаряну, Майя Санду представляет собой второй вариант голосования на выборах для определенной части избирателей. Госпоже Санду не удалось доказать, что она президент для всех, и все провалы власти, которые являются ее воплощением, воспринимаются как ее провалы. В демократическом государстве, где граждане здравоанализируют, так и происходит, потому что то, что строила госпожа Санду в качестве партийного лидера, обернулось возникновением политформирования, которое на каком-то этапе приняло в качестве стратегии деятельности уничтожение всего, что относится к партнерству или представляет собой проевропейскую правую альтернативу. Также Бужаряну считает, что из-за высокомерия представителей ПДС, которые стремятся сохранить монополию над европейской интеграцией, этому процессу может быть нанесен ущерб. Наш телеканал обратился за комментарием по поводу прозвучавших заявлений в администрацию главы государства, в том числе, чтобы узнать, действительно ли Майя Санду поступало предложение стать единым кандидатом от проевропейских сил на предстоящих выборах. Однако ответ мы не получили. Выборы президента Молдовы назначены на 20 октября 2024 года. Климатические изменения все больше влияют на сельское хозяйство Молдовы. В минувший четверг Ассоциации Форца Фермиерилер обратилась в Министерство сельского хозяйства с просьбой незамедлительно создать комиссию, которая проведет проверку во всех районах страны и определит наиболее пострадавшие от засухи, чтобы объявить в них чрезвычайное положение. Кроме того, Ассоциация попросила правительство помочь пострадавшим фермерам. В профильном министерстве сообщили, что внимательно следят за ситуацией, специальные комиссии начнут работу в ближайшее время. В связи с продолжительной засухой в сельском хозяйстве должно быть объявлено чрезвычайное положение. Об этом говорится в письме, направленном Ассоциацией Форца Фермиерилер в Минсельхоз. В посте, размещенном по этому поводу в Фейсбуке, отмечается, что необходимо как можно скорее создать в районах специализированные комиссии по выявлению угодий пострадавших из-за отсутствия осадков. Исполнительный директор Форца Фермиерилор Александр Бедерео заявил Пятому каналу, что нужно принять срочные меры, поскольку засуха уже сказывается на посевах зерновых первой группы, что было установлено в ходе поездок по районам страны. Пострадали многие поля и зоны не только на юге страны. Мы изо дня в день видим, как засуха проявляется по всей республике и особенно в Кишиневе. И фермеры сильно страдают из-за этого. В первую очередь речь идет о тех культурах первой группы, которые были засеяны на зиму. Мы говорим о пшеницах, о зимых посевах, поэтому мы обратились в министерство. Аграрии призвали правительство как можно скорее определить меры по оказанию помощи пострадавшим сельхозпроизводителям, в том числе обратившись за поддержкой к Европейскому Союзу. Мы знаем, что Европейский Союз очень редко вмешивается, когда речь идет о компенсации потерь или ущерба. Однако такая практика существует. Если у нас исчезнет сельское хозяйство и его больше не будет, не знаю, останутся ли тогда вообще люди в сельской местности. Что касается помощи, обещанной аграриям в прошлом году, то, по словам Александра Бедереу, еще не все дошло до получателей. Дизельное топливо, насколько я знаю, все уже доставлено в республику. Вот только с его распространением есть организационные проблемы. Как мне известно, это во многом зависит от самих фермеров и агентства, ответственного за распределение этого топлива. Во многих районах оно уже было распределено, однако не все фермеры получили положенные объемы дизельного топлива. Что касается субсидий, то знаю, что агентства по интервенциям и платежам в сельском хозяйстве работают в этом направлении в тех темпах, которые возможны при ограниченном количестве сотрудников. Знаю, что еще не все заявки были рассмотрены. В пресс-службе Минсельхозяйства нам сообщили, что ведомство внимательно следит за ситуацией. Его представители регулярно выезжают в районы, чтобы узнать о положении дел на местах. А в пятницу утром в министерстве состоится совещание с участием всех районных управлений, где будут обсуждаться погодные условия и состояние сельскохозяйственных культур. В агентстве материальных резервов, куда мы обратились, чтобы получить информацию о распределении дизельного топлива, не ответили на наши звонки. Что же касается ситуации вокруг агентства по интервенциям и платежам в сельском хозяйстве, то прошлым летом глава Минсельхоза утверждал, что в учреждении проведена реформа, в результате которой число сотрудников было увеличено вдвое – с 75 до 150, чтобы справиться с возросшим количеством заявок. Напомним, что ранее фермеры со всех районов страны неоднократно протестовали против политики правительства в агросекторе, требуя давно уже обещанного распределения румынского дистоплива и выделения компенсаций за каждый гектар посевов, пострадавших от засухи. Задача на сообразительность. Как так получается, что в 2021 году Молдова экспортировала в Румынию почти 15 тысяч тонн пшеницы, а только за три квартала 2023 года, когда была засуха и неурожай, уже 317 тысяч тонн, то есть в 20 раз больше. Как предполагает румынский эксперт зернового рынка Чезар Георгия, Молдова экспортирует не свою, а украинскую продукцию. По его мнению, зерно поступает к нам из Украины, переоформляется, после чего отправляется в соседнее государство. Это же утверждает и глава ассоциации форцы фирмы Ерилор Ион Пламодиала. Причем, по его словам, такой реэкспорт наносит большой урон молдавским фермерам. Пшеница, которую республика Молдова экспортирует в Румынию, на самом деле является украинской. Об этом говорит румынский эксперт зернового рынка Чезар Георгия. Такое заявление он сделал в передаче на телеканале Prima News, предположив, что Молдова экспортирует в Румынию не свою продукцию. Зерно поступает к нам из Украины, переоформляется, после чего отправляется в соседнее государство. Мы все знаем эту фразу о том, что самую большую прибыль получают на войне. И это логично, потому что если они меняют категорию товаров и меняют их происхождение, и вы видите, что они молдавского происхождения, у вас будет другой тариф, статус и разрешение перевести его в Румынию. Поверьте, я общаюсь с трейдерами из республики Молдова, и они мне говорят ровно то же самое. Заявление было сделано на фоне статистических данных, показывающих, что Молдова экспортировала в Румынию по итогам 2021 года почти 15 тысяч тонн пшеницы. После начала войны эта цифра выросла до 74 тысяч тонн пшеницы, а в третьем квартале 2023 года уже до 317 тысяч тонн. В этой связи глава Ассоциации Форца Фермиери Лорион Пламыдяло заявил Пятому каналу, что такое положение дел нанесло очень большой ущерб молдавским фермерам. Пламыдяло утверждает, что Молдова не способна производить столько, сколько экспортирует. Сразу понятно, что за этим что-то кроется. Мы говорим об этом уже два года и предупреждали, что что-то подобное произойдет. И вот оно произошло. Аналитики проанализировали и представили, можно сказать, документальные данные. Для фермеров Республики Молдова это очень и очень серьезно. Если взять нынешнюю стоимость подсолнечника, которая сегодня ниже 8 леев, а практически все фермеры Республики Молдова продавали его за 6 леев, то наши прямые убытки достигают 1 миллиард 500 миллионов при производстве в 700 тысяч тонн. Но никто из правительства не несет за это ответственность. О том, что они выделили фермерам полтора миллиарда в виде субсидий, они все дружно кричат. А о том, что они наказали фермеров, оставив их без более чем полутора миллиарда леев, об этом никто не говорит. Напомним, после фермерских протестов в странах Евросоюза, Европейская комиссия запретила импорт зерновых в пять государств-сообщества. Правительство Румынии заверило, что большая часть зерновых из других стран прошла через Румынию в начале этого года транзитом. Однако данные Национального института статистики опровергают эти утверждения. Согласно представленной информации, в Румынию были завезены пшеница, кукуруза и рапса. Крупнейшим импортером была Республика Молдова. Данные Молдавского национального бюро статистики показывают, что Румыния остается основным рынком сбыта для молдавских товаров с долей 32,1% от общего объема экспорта. Евросоюзу не нужны наши продукты. Под таким лозунгом Блок Победы провел в минувшую среду в Кишиневе акцию протеста. По мнению ее участников, молдавская продукция не выдержит конкуренции с европейскими странами. «Мы не в той ситуации, чтобы отказаться от рынков Евразийского экономического союза и СНГ», считают вышедшие на протест люди. Между тем, народные избранники, входящие в недавно созданную в парламенте группу «Победа», а также независимые и внефракционные депутаты, на этой неделе зарегистрировали в парламенте законопроект, направленный на поддержку сельского хозяйства. Авторы документа выступают за двукратное увеличение фонда субсидий фермерам, а также за продвижение молдавской продукции внутри страны. Члены блока «Победа», независимые и внефракционные депутаты зарегистрировали в парламенте законопроект, направленный на поддержку сельского хозяйства в Республике Молдова. Парламентарии выступают за двукратное увеличение государственной финансовой помощи фермерам. Точнее, речь идет об увеличении фонда субсидий с 1,6 млрд до 3 млрд леев. Другая мера касается продвижения молдавской продукции. По мнению депутатов, в магазинах должны быть установлены специальные полки для продажи отечественной продукции без ограничений и дополнительных налогов. Мы можем заменить значительную часть импортной продукции собственной. Особенно это касается фруктов и овощей. Еще один предполагаемый механизм – поддержка местных компаний. Члены блока «Победа» хотят, чтобы в государственных тендерах побеждали молдавские компании. Они иностранные. Это необходимо для того, чтобы деньги оставались в стране и вкладывались в развитие нашей экономики. Главное – сохранить фермы, стимулировать их деятельность и открывать рабочие места. Особое внимание следует уделить восстановлению миллиардативного комплекса и закупке нового оборудования. Во многих хозяйствах очень старая техника, которая уже не работает. Молдова была и остается аграрной страной, и уничтожение этой отрасли является преступлением против собственного народа. Депутат Ирина Лазован считает, что власти должны принять экстренные меры для спасения сельского хозяйства, которое является важнейшей отраслью национальной экономики страны. Сельское хозяйство Республики Молдова, в частности аграрный сектор, погибает. Это одна из самых важных проблем в стране, и ее нужно решать срочно. Уже сегодня и уже сейчас. Оба парламентария также отметили, что самым важным шагом станет возвращение наших товаров на рынки Евразийского экономического союза. Это уже было сделано в гагаузской автономии, власти которой добились, чтобы для местных фермеров открылся российский рынок. Этот опыт необходимо применять по всей республике, заявили депутаты и призвали всех парламентариев поддержать инициативу. Напомним, летом 2022 года парламентское большинство ПДС отменило норму, обязывающую торговые сети размещать на полках магазинов не менее 50% местной продукции. Этот закон действовал с 2020 года. Оппозиционные партии неоднократно призывали вернуть эту меру, однако ПДС инициативу не поддержала. Молдова находится в конце списка стран Европы по уровню экономического развития. По расчетам Всемирного банка, рост ВВП в ближайшие годы снизится наполовину. Как предполагается, в 2024 году этот показатель составит 2,2%, хотя в предыдущем прогнозе он был указан на уровне 4,2%. А первоначальный прогноз экономического роста в 2024 году в 3,5% скорректирован до 2,6%. Такие данные представил в понедельник министр финансов Петру Ротару, объяснив пересмотр отсутствием инвестиционного аппетита. Первоначальный прогноз экономического роста в 2024 году в 3,5% скорректирован до 2,6%. Такие данные представил министр финансов Петру Ротару, объяснив пересмотр отсутствием инвестиционного аппетита. По его словам, прогноз не оправдался и в прошлом году, когда рост ВВП в итоге составил менее 1%. Роста волового внутреннего продукта, на который мы рассчитывали в 2023 году, не произошло. Если мы планировали 2,5%, то на практике пришли к 0,7%. На текущий год планировался экономический рост на уровне 3,5%, однако прогноз был пересмотрен до 2,6%. Были предприняты усилия в публичном секторе, смягчена денежно-кредитная политика, уменьшены затраты на кредиты, процентные ставки. Для стимулирования необходим инвестиционный аппетит, но его до сих пор нет. Мы оптимизировали налоговое и таможенное администрирование, открыты для бизнес-среды, но инвестиционный аппетит пока не появился. По словам министра, война на Украине также обескуражила инвесторов. Есть люди со средствами, но они их не вкладывают, ожидая более позитивного периода. Между тем, на Украине, стране, которая находится в состоянии войны, экономический рост составил 5,3%. В Румынии этот показатель превысил 2%. По данным Национального бюро статистики, в 2023 году воловой внутренний продукт составил 300 миллиардов леев, увеличившись почти на 30 миллиардов леев по сравнению с 2022 годом. Министр экономики назвал рост скромным и отметил, что Республика Молдова находится в конце списка стран Европы по уровню экономического развития. Напомним, Всемирный банк также внес изменения в свои прогнозы в сторону снижения. Таким образом, по расчетам Всемирного банка, рост ВВП Республики Молдова снизится наполовину в ближайшие годы. Как предполагается, в 2024 году этот показатель составит 2,2%. В предыдущем прогнозе он был указан на уровне 4,2%. В следующем году рост ожидается в 3,9%. До корректировки этот прогноз составлял 4,1%. По мнению Всемирного банка, рисками влияющими на восстановление экономики являются высокие цены в энергетике, на продовольствие, а также проблемы в аграрном секторе. Также Всемирный банк прогнозирует дефицит бюджета Молдовы на уровне 4,1% и 3,1% в 2026 году. В Молдове продолжается реформа образовательной системы. После реорганизации вузов, которая привела к исчезновению нескольких учебных заведений, вошедших в другие вузы в виде различных подразделений, настала очередь колледжей и профтехучилищ. На этой неделе Министерство образования выставило для публичного обсуждения проект правительственного решения об объединении восьми профессиональных школ и колледжей с другими учебными заведениями. В числе прочих, реорганизации подлежит столичный технологический колледж. Его объединят с Центром передового опыта в легкой промышленности. А студентов и преподавателей педагогического колледжа в Липканах переведут в Бельце. После утверждения документа правительством, Министерство образования создаст комиссии, которые займутся процессом реорганизации и передачей имущества учебных заведений. По оценкам властей, в профессиональных школах для их эффективной работы должно быть по меньшей мере 350 студентов. В колледжах не менее 700. Этим требованием отвечают только 26 из 77 учебных заведений под ведомственных министерством. Сотрудники самих реорганизуемых учебных заведений, по их словам, мягко говоря, в шоке. С ними никто ничего не обсуждал и такую новость они узнали из прессы. Еще 8 образовательных учреждений могут быть ликвидированы на этой неделе. Соответствующий проект решения был представлен на публичное обсуждение министром просвещения Даном Перчуном. Согласно документу, в состав Центра передового опыта в сфере услуг и пищевой промышленности в Бельцах войдет профессиональное училище из Александрен Санжирейского района. Педагогический колледж имени Иона Крянга при Государственном университете имени Олегу Руссо в Бельцах будет реорганизован и поглотит колледж имени Георгия Осаки из Лепкан. Профессиональное училище в Комуни-Купчинь Единицкого района объединится с профессиональным училищем из села Корбу Дандюшанского района. Профучилище в Лепканах поглотит профессиональное училище в Гладянах. Профессиональное училище в Аргеве объединится с профучилищами в Резине и Теленештах. Кишиневский центр передового опыта в легкой промышленности поглотит Кишиневский технологический колледж. Гагаузское профессиональное училище в Чедерлунге реорганизуется путем слияния с Волконежским профессиональным училищем. Причина, указанная в документе, резкое сокращение числа учащихся, высокий уровень отсева из учебных заведений, а также большое количество учреждений профессионально-технического образования, поддерживаемых из государственного бюджета. И, следовательно, неэффективное использование государственных средств. Также отмечается, что после слияния сотрудники перейдут в поглощающие учебные учреждения. В случае, если некоторых сотрудников невозможно будет перевести, увольнение будет осуществляться в соответствии с трудовым законодательством, а расходы возьмут на себя учебные заведения, в которых они работали. Исполнительный комитет автономного территориального образования Гагаузия сопротивляется данной реформе, мотивируя свою позицию тем, что реорганизация Волконежского профессионального училища ухудшит доступ к программам профессионального обучения и лишит заработка работников этого учебного заведения. Директор колледжа имени Георгия Осаки в Липканах, который должен был быть поглощен на этой неделе, сообщила корреспонденту Пятого канала, что лично она не была проинформирована о существовании документа, прекращающего деятельность этого учебного заведения. Вас проинформировали? Что вам сказали? Абсолютно ничего. Они вам ничего не сказали? Нет, только когда мы были на пресс-конференции. А помимо этого у нас не было ни сообщения, ни звонка. Мы видели, что это помещено в повестку Дня правительства. Мы надеялись, что, может быть, на основании комментариев или на пресс-конференции кто-то услышит нас и попытается хотя бы выслушать. Но нет. Напомним, недавно на пресс-конференции представители колледжа имени Георгия Осаки в Липканах потребовали от власти отказаться от идеи слияния, поскольку реформа оставит без работы десятки преподавателей. А сотни учащихся пострадают, так как это самое северное учебное заведение расположено в 130 километрах от Бельц, куда, согласно проекту слияния, оно должно быть переведено. Директор Липканского колледжа отметила, что не все учащиеся могут позволить себе ездить в Бельце для продолжения образования. К тому же их колледж оснащен всем необходимым для качественного обучения. В ответ на это министр просвещения Дан Перчун заявил, что число учащихся в колледже меньше, чем необходимо для его сохранения. Согласно оценкам министерства, в профессиональных училищах должны обучаться около 350 человек, а в колледжах около 700. Между тем, в Липканском колледже также учатся дети с ограниченными возможностями, у которых нет возможности перевестись в другое место. С начала прошлого года министерство просвещения также реорганизовало несколько университетов, хотя эта реформа вызвала недовольство и протесты ректоров. В то же время другой проект министерства предусматривает перевод учащихся из гимназий, в которых обучается менее 50 детей, в 35 образцовых школ, которые предстоит создать. После согласия на перевод школьников в более крупные учебные заведения, их родители будут получать по 1000 леев в месяц. Добавим, что если преподаватели из ликвидируемых учебных заведений некуда будет перевести, их сократят. А в школах Молдовы по-прежнему ощущается острая нехватка учителей. По словам министра образования Данна Перчуна, в системе не хватает 7 тысяч преподавателей. По его словам, ситуация становится критической. Если никто не заболеет и никто не выйдет на пенсию, то при нынешнем темпе трудоустройства в школу нам понадобится 30 лет, чтобы покрыть этот дефицит, утверждает министр. Как решают эту проблему в школах, в нашем репортаже. Гимназия в селе Новые Ханесены Львовского района – одно из учебных заведений страны, которая осталась без учителя физкультуры. В уроке спорта теперь делят между собой одна из учительниц другого профиля и директор школы, которая также преподает историю. Учитель физкультуры вышел на пенсию и уехал к своим детям за границу. На протяжении многих лет я, будучи учителем истории, занимаясь спортом и получая огромное удовольствие от уроков физкультуры, иногда сама вела уроки физкультуры. Сейчас у нас нет основного физрука. Эта должность вакантна. Ее замещает учительница начальных классов, потому что она ближе к урокам физкультуры. Она знает методику. Но сейчас она на больничном. И когда она болеет, я заменяю ее на уроках. Вы получаете также зарплату и как учитель физкультуры, или больше работаете как волонтер? Конечно, я работаю волонтером, потому что у наших школ, маленьких школ, небольшой бюджет, и мы стараемся больше заниматься волонтерством. Директор школы также говорит, что пыталась найти молодого специалиста, но ни один кандидат не заинтересовался из-за малого количества спортивных часов, установленных для сельских школ. Зарплата составляет всего 6-7 тысяч. А учитывая, что большинство учителей физкультуры – мужчины, мало кто из них согласится обеспечивать семью на эти деньги, добавляет она. Эта проблема в гимназии новых иносен давняя. Она возникла не вчера или позавчера. В сельских гимназиях, согласно методическому плану, на уроки физкультуры отводятся всего два часа в неделю. В гимназиях всего пять классов по два часа в неделю, итого 10 часов. Для молодого специалиста прийти и заниматься физкультурой только 10 часов – это мало, потому и проблематично. В результате директриса, когда у нее урок физкультуры, сбрасывает каблуки и идет к футбольным воротам. Что тебе нравится на уроках физкультуры? Занимаемся спортом, играем в волейбол, развиваемся. Какой твой любимый вид спорта? Футбол и волейбол. Тебе нравятся уроки с директором школы? Да, она и директор очень хороший, и учитель. В гимназии новых НСН 71 ученик, 11 учителей, трое из которых ведут несколько предметов. Не заполнены вакансии учителей английского языка и физкультуры. По данным Министерства просвещения, молдавские школы испытывают нехватку 7 тысяч преподавателей. 90 из них – учителя физической культуры. Продолжаем обзор событий недели. Сотруднику Государственной администрации автомобильных дорог на этой неделе предъявлено обвинение по уголовному делу о коррупции при строительстве дороги Лёва Бумбета. Об этом в эфире передачи на AirLife сообщил заместитель главы прокуратуры по борьбе с коррупцией Октавиан Якимовский. Он заявил, что в деле есть и другие фигуранты, но имен не назвал. Напомним, строительство этой дороги началось осенью 2022 года. Первоначально общая стоимость проекта оценивалась в 250 миллионов леев. Однако через некоторое время расходы увеличились еще на 30 миллионов. В конце прошлого года прокуратура по борьбе с коррупцией возбудила уголовное дело по признакам служебных злоупотреблений со стороны лиц из руководства Государственной администрации автомобильных дорог. Сотруднику Государственной администрации автомобильных дорог на этой неделе предъявлено обвинение по уголовному делу о коррупции при строительстве дороги Лёва Бумбета. Об этом в эфире передачи на AirLife сообщил заместитель главы прокуратуры по борьбе с коррупцией Октавиан Якимовский. Он также заявил, что в деле есть и другие фигуранты, но имен не назвал. На этой неделе одному человеку было предъявлено обвинение по этому делу. Он из Госадминистрации автомобильных дорог? Да, из Государственной администрации автомобильных дорог. Но я не буду перечислять акты коррупции. Скажу лишь, что дорога обходится нам очень дорого. И мы стараемся разобраться, насколько нормальны указываемые суммы. Или это что-то из ряда вон выходящее. У вас под подозрением только сотрудники или представители Госадминистрации автомобильных дорог? Или речь идёт и о людях более высокого ранга? У нас есть несколько версий. Это достаточно сложное расследование. Ведущая передача напомнила Октавиану Якимовскому, что, как заявил ранее министр инфраструктуры Андрей Спыну, отношение прокуратуры к этому делу непонятно, поскольку все расходы по строительству данной дороги обсуждались на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям. Одним из членов которой был и представитель прокуратуры по борьбе с коррупцией. Якимовский пообещал проверить эту информацию. Я не уверен, что прокуратура по борьбе с коррупцией была представлена в этой комиссии. То есть прокуратура по борьбе с коррупцией не знала, сколько средств собирается потратить министерство. В данном случае, что касается этой дороги, нас уведомили о расследовании, которое провел Национальный центр по борьбе с коррупцией. Мы изучили всю информацию, которую собрали сотрудники НЦБК, и начали уголовное расследование. У господина Спыну могут быть разные версии. Мы работаем с доказательствами, а не с версиями. Сейчас я немного удивлен и собираюсь проверить, был ли кто-то от прокуратуры членом комиссии. Но я не думаю, что представитель прокуратуры по борьбе с коррупцией входил в комиссию по чрезвычайным ситуациям. 20 мая в эфире телеканала Н4 примар города Лёва Александру Бужеряну призвал президента Майя Санду вмешаться и обязать министра инфраструктуры Андрея Спыну опубликовать контракты на строительство дороги Лёва-Бумбата и приложение к ним со всеми подписями. Как сказал Бужеряну, строительство этой трассы, которая является объектом уголовного расследования прокуратуры по борьбе с коррупцией, может стать первым музеем коррупции под открытым небом в Республике Молдова. По информации, которой мы располагаем, Национальный центр по борьбе с коррупцией провел экспертизу по этим расценкам. И в рамках экспертизы, как говорят, было выявлено завышение расходов по сравнению с рыночными ценами на 3-4 миллиона евро. Если это не так, то мы еще раз просим господину Спыну опубликовать смету расходов, потому что если правда то, что существует такая экспертиза, это является основанием для возбуждения уголовного дела против главы Госадминистрации дорог. Неужели кто-то в Республике Молдова верит в то, что руководитель ответственного за это государственного предприятия подписывает контракт на 262 миллиона леев, а министр об этом не знает? Такого быть не может. В начале мая министр инфраструктуры Андрей Спыну опубликовал в социальных сетях пост, в котором обнародовал список документов, касающихся строительства пограничного пункта пропуска Лёва-Бумбата, дороги к нему и объездной дороги у города Лёва. Мы обеспечиваем полную прозрачность. Призываю всех ознакомиться со всеми документами, размещенными здесь. Там 117 отсканированных документов, связанных со строительством этого объекта. Напомню, что это первый мост через пруд. Пусть на первом этапе он и понтонный, построенный за годы независимости. Весь проект был реализован в четыре этапа, написал министр инфраструктуры. Мы обратились в пресс-службу Государственной администрации автомобильных дорог, чтобы узнать, кому из сотрудников предъявлено обвинение в деле о коррупции при строительстве дороги Лёва-Бумбата и получить более детальную информацию. Однако там никто не ответил на наши звонки и сообщения. Мы также направили запрос в прокуратуру по борьбе с коррупцией с просьбой сообщить, о каком должностном лице идет речь, в чем его обвиняют и кому еще предъявлено обвинение по данному делу. Мы также хотели выяснить, причастен ли к этому делу министр инфраструктуры Андрей Спыну или другие сотрудники министерства, но ответа пока не получили. Кроме того, мы позвонили в министерство инфраструктуры, но оттуда нам прислали ссылку, содержащую только информацию о строительстве дороги, которую ранее опубликовал министр Спыну. В Национальном центре по борьбе с коррупцией также не ответили на наши звонки и сообщения. Строительство подъездной дороги к пограничному пункту Лёва-Бумбата началось осенью 2022 года. Первоначально общая стоимость проекта оценивалась в 250 миллионов леев, однако через некоторое время расходы увеличились на 30 миллионов леев. В конце прошлого года прокуратура по борьбе с коррупцией возбудила уголовное дело по признакам служебных злоупотреблений со стороны лиц из руководства Государственной администрации автомобильных дорог, начав проверку законности заключения контракта на проектирование и строительство подъездной дороги Лёва-Бумбата. Минувший понедельник Башкан Гагаузи Евгения Гуцул подала в суд иск о защите чести, достоинства и профессиональной репутации. Она пожаловалась на спикера парламента Игоря Гросу, заявившего в эфире ПРО-ТВ, что у руководителя автономии нет шансов стать членом правительства, потому что бандиты не могут быть членами Кабмина. Ранее аналогичную жалобу Башкан подала против президента Майсанду. Но суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска на основании закона о свободе выражения мнений, согласно которому не может быть подан иск о дефамации по поводу утверждений, сделанных президентом страны и депутатами парламента во время осуществления ими своих полномочий. Башкан Гагаузской автономии Евгения Гуцул подала в суд на председателя парламента Игоря Гросу. Об этом пишет портал Антикоррупция МД. Обращение направлено 20 мая в порядке гражданского иска о защите чести, достоинства и профессиональной репутации. Основанием для иска стало то, что в эфире телеканала Про ТВ Гросу заявил, что у Гуцул нет шансов стать членом правительства, потому что, цитата, закон не предусматривает, чтобы бандиты становились членами правительства. Как обычно, это происходит у представителей нынешней власти, никаких аргументов подтверждения своих слов Гросу не привел. Напомним, Башкан Гагаузии также обратилась в суд с иском против президента Майи Санду и тоже о защите чести и достоинства. Однако 16 мая суд столичного сектора Центр его отклонил. Судья Наталья Руссо обосновала такое решение тем, что в соответствии с положениями Конституции глава государства пользуется иммунитетом и не может нести ответственность за свои высказывания. Вердикт суда может быть обжалован в апелляционной палате Кишинева. При этом судья отметила, что Гуцул больше не сможет повторно обращаться в суд с одним и тем же иском в отношении одного и того же ответчика и по тем же основаниям. Гуцул пока не прокомментировала это решение. Отвечая в ходе состоявшейся в марте пресс-конференции на вопрос о невключении Башкана в состав правительства, Санду заявила следующее. Цитата. «Человеку, который работает на преступную группу, а не на граждан Гагаузии, человеку, который высказывается против граждан своей страны, нечего искать в правительстве Республики Молдова». Конец цитаты. В ответ Гуцул заявила, что подаст в суд на президента страны иск о защите чести и достоинства. В своем телеграм-канале Башкан написала, что заявления Майи Санду оскорбляют всех гагаузов. О своей позиции Санду заявила и в нашумевшем интервью российскому журналисту Юрию Дудю. А когда тот отметил, что это является нарушением закона, обратив внимание на отсутствие судебного решения для подобных обвинений, Санду просто сказала, что она так не считает. Отметим, что инаугурация Башкана Гагаузии состоялась 19 июля прошлого года в Камрате. На церемонии не присутствовал ни один представитель центральной власти. В конце февраля независимые депутаты, ранее избранные по списку партии Шор, признанные незаконные, обратились в Конституционный суд по поводу отказа президента назначить Евгению Гуцул в состав правительства. Известного эксперта в сфере юстиции Вячеслава Гребенчу на этой неделе не допустили конкурсу на должность судей высшей судебной палаты. Как сообщили в высшем совете магистратуры, его досье не дошло до следующих этапов конкурса, так как Гребенча не представил в установленные сроки медицинский сертификат, подтверждающий состояние здоровья, а также две необходимых по условиям рекомендации о двух известных в судебной сфере лиц. В результате досье было признано неполным. Комментируя это на своей страничке в сети Facebook, Гребенча написал, что мог получить медицинский сертификат только по указанию ВСМ, а к нему никто из совета по этому вопросу не обращался. Что же касается рекомендаций, то Гребенча считает это требование атовизмом. Он написал, что попросит высший совет магистратуры пересмотреть свое решение. В пятницу стало известно, что ВСМ решил удовлетворить его просьбу и вернется к рассмотрению его досье в следующий вторник. Между тем, комиссия по вейтингу обнародовала отчет по проверке доходов семьи Вячеслава Гребенча. И он оказался очень интересным. Более миллиона леев в виде пожертвований получила в 2020 году семья адвоката Владислава Гребенча, который баллотировался на должность суди высшей судебной палаты. Деньги дала его теща, которая якобы получила надбавки от одного из частных банков Молдовы. Об этом говорится в обнародованном комиссии по вейтингу отчете по оценке Гребенча. Согласно опубликованным данным, четыре года назад теща Гребенча пожертвовала его семье 25 тысяч евро и 30 тысяч долларов, что составляет примерно один миллион леев. Когда Гребенчу попросили рассказать об этом подробнее, он заявил, что пожертвование было связано с тем, что его теща получила бонусы от банка, в котором она работала главным бухгалтером. Он также рассказал, что она продала часть своих акций и закрыла несколько банковских счетов, а деньги были сняты и переданы наличными. По словам самой тещи, пожертвование было продиктовано ее желанием помогать материально семье субъекта проверки с самого начала брака, но на тот момент у нее не было такой возможности. Кроме того, согласно банковским выпискам жены Гребенча в период с 2017 по 2022 годы она получила от своей матери переводы на меньшие суммы и в общей сложности они составили примерно 120 тысяч леев. Гребенча пояснил, что эти переводы представляют собой пожертвования, сделанные его тещей по различным поводам, в том числе в качестве подарков на дни рождения его жены и детей. Комиссия по вейтингу установила, что в период с 2011 по 2020 годы общий доход тещи проверяемого составил более 8 миллионов леев. Таким образом, можно предположить, что она обладала достаточными финансовыми ресурсами, чтобы сделать упомянутые пожертвования. Как следствие, комиссия не нашла причин сомневаться в их подлинности и безвозмездности. Также, согласно информации, 4 мая 2018 года теща субъекта получила от неустановленного лица пожертвование в размере около 300 тысяч леев на свой банковский счет. При этом, в тот же день, жена субъекта получила перевод в размере около 300 тысяч леев на свой счет в том же банке. Отвечая на вопрос о возможной связи между этими переводами, Гребинча сказал, что сумма, полученная его женой, является доходом от продажи акций, которыми они владели в банке. Эта сумма была получена из банка переводом. Получив деньги, жена перевела их матери. По словам проверяемого, деньги были переданы его теще для погашения старого долга. Теща Владислава Гребинчи также является и тещей бывшего министра юстиции Серджио Литвиненко, который, по словам депутата от БКС, осуществил сомнительную сделку, в результате которой банковское учреждение, где женщина работала главным бухгалтером, получило 2 миллиарда 450 миллионов леев в виде государственных гарантий. Отметим, что дело Гребинчи, участвовавшего в конкурсе на должность судей высшей судебной палаты, было признано высшим советом магистратуры неприемлемым. Причина непредоставления справки о состоянии здоровья и двух рекомендаций от известных в судебной системе людей. В ответ он заявил, что ВСМ никогда не обращался к нему за медицинским сертификатом, а что касается других бумаг, то он отметил, что запрос был излишним и должен быть отменен, добавив, что он обратится к ВСМ запросом пересмотреть свое решение. Также 24 мая на очередном заседании Высший совет прокуроров рассматривал досье кандидатов на пост генерального прокурора страны. Конкурсу на эту должность не допущен бывший ректор университета Григорий Варническу, так как он не представил в срок все необходимые документы и не соответствует одному из требований, согласно которому кандидат на пост генпрокурора должен иметь не менее пяти лет опыта работы судьей, прокурором, адвокатом или следователем. К следующему этапу конкурса допустили трех кандидатов. Заместителя главы антикоррупционной прокуратуры Октавиана Якимовского, исполняющего обязанности генерального прокурора Иона Мунтиану и прокурора Александру Чернея. Этап интервью назначили на 30 мая. В Гагаузе дети не имеют права на развлечения, решили центральные власти страны. Так считают жители автономии, принявшие участие в двух митингах протеста против действий властей, которые, по их мнению, пытаются заблокировать строительство бесплатного парка аттракционов Гагаузия Ленд в Кангазе. Один протест прошел у здания технадзора в Камрате, а второй на месте строительства парка. Как говорили выступающие, Кишинев устраивает бесчисленные проверки, мешающие сдать объект срок. Ранее представитель органа технадзора заявил в интервью нашему телеканалу, что проверки проводятся по запросу государственной канцелярии. В Гагаузии дети не имеют права на развлечения, решили центральные власти страны. Так считают жители автономии, принявшие участие в двух митингах протеста против действий властей, который пытается заблокировать строительство бесплатного парка аттракционов Гагаузия Ленд в Кангазе. Один протест прошел у здания технадзора в Камрате, а второй на месте строительства парка. Жители Кангаза и других населенных пунктов автономии вышли на манифестацию с плакатами «Это наш парк! Дайте будущее детям!» Руки прачат Гагаузии! Руки прачат Гагаузии! Руки прачат Гагаузии! Парк развлечений Гагаузия Ленд станет не только местом веселья и радости для детей, но и визитной карточкой всего региона. Он будет способствовать в том числе экономическому развитию автономии и создаст новые рабочие места подчеркнула Башкан-Гагаузии Евгения Гуцу. По ее словам, центральные власти страны своими действиями лишают юное поколение счастливого детства. Однако, заявила Башкан, гагаузский народ этого не допустит. Каждый день здесь проверки, каждый день им мешают, а нам мешает ПАЗ, нам мешает это безграмотное правительство, которое ничего не сделало для гагаузского народа и для всей республики Молдова. Я встречаюсь каждый день с вами. И каждый раз меня дети, родители спрашивают, а 1 июня будет открытие? А когда у Гагаузия Лэнд будет? Они этого ждут. Как можно уже донести до Майи Санду, который не понять, что такое материнские чувства, который не понять, что когда ребенок хочет покататься, а ей не объяснишь, что нету 50-100 лев в кармане, чтобы их покатать на качелях, на аттракционах. Мы будем бороться, потому что здесь, помимо развлечений, здесь рабочие места для наших молодых людей, для наших жителей гагаузской автономии. На сегодняшний день более 100 семей, в которых члены семьи работает строительство, они не могут работать, потому что у нас приостанавливают работу. Ежедневно на строительную площадку приезжают сотрудники полиции и Национального инспектората технического надзора для проведения внезапных проверок и выискивают предлоги, чтобы помешать строительству парка развлечений, сообщают местные власти. Как заявил в этой связи председатель народного собрания Гагаузи и Дмитрия Константинов, чтобы противостоять этому, здесь же ежедневно будут собираться и жители региона вместе с представителями местной власти, чтобы отстоять счастливое будущее детей. Вы видите, что нам не дают работать абсолютно. Те люди, которые за 4 года ничего не сделали в республике, они не дают другим работать. Они не дают, чтобы дети наши могли отдыхать нормально. они не хотят, чтобы кто-то что-то сделал. Они только находят причины для того, чтобы мы с вами говорили, что те или другие неправильно работают. Но люди должны отдыхать, дети должны отдыхать. И это все было бы правильно в нормальном государстве только. Но не у нас. Целый день, вы посмотрите, с утра до вечера, полиция туда-сюда, кругу. У них другой работы нет практически. Все здесь. СИП, все заработную плату получают, да. Подключились, лишь бы, чтобы не сделали для вас место для отдыха. Вот так наше руководство работает. По словам примара села Кангас, Михаила Исира, местные власти сделают все, чтобы парк развлечений был построен вопреки планам нынешнего руководства Молдовы, направленным на то, чтобы помешать обустройству этой зоны отдыха. Компания способна работать и днем, и ночью, и все равно этот объект будет завершен. В самом начале то, что утверждали, что нужна оценка воздействия на окружающую среду, я спрашиваю, что это химзавод, что ли? Агентство Кишиневской экологии дало нам заключение, что не нужна эта оценка, просто на ровном месте придумывать разные причины, чтобы приостановить строительство не получится. Участники манифестации потребовали от Кишинева не мешать строительству парка, который они назвали прекрасной возможностью дарить детям счастье и радость. Я сегодня здесь, потому что у меня есть маленький ребенок, которому практически не было куда выйти погулять, провести свой досуг, да и нам тоже. Мы обрели надежду на будущее. И теперь хочу вас попросить, чтобы мы дали поддержку нашему башкану, нашему народному собранию, что и в горе, и в радости если нужно будет и днем, и ночью мы будем здесь. Будем? Я бы хотела обратиться к нашему правительству, чтобы она убрала прочь руки от нашей Гагаузи, от наших детей и поблагодарить нашего башкана за то, что она начала этот проект, что у нас, для наших детей будет хоть что-то, что-то в нашей Гагаузи. Мне, как молодому человеку, хочется, чтобы наш край развивался. Мне хочется, чтобы мои дети имели возможность отдыхать на родине. у себя в Гагаузии. Но власть ПАС, Майя Санду не хочет развития нашего региона. Она лишает ваших детей, моих будущих детей, будущего и детства. Что нужно им? Им нужно, чтобы Молдова осталась без детей, без людей, чтобы здесь были пустоши. Этот проект социальный, он бесплатный, а для ПАС, что бесплатно, то запрещено. Вижу, здесь есть молодые мамочки, у которых всех есть дети. Мои дети сегодня растут, не завтра. Я не хочу через 10 годов. Я хочу сейчас, чтобы мои дети поняли, что такое детство. Я хочу начать с того, что я не решалась рожать четвертого ребенка. Я боялась в нашу страну все еще возят войска. Мы мирные люди, мы не хотим ни с кем воевать. Боюсь читать новости, но я решилась, я рожу, потому что с нашей властью в Гагаузии есть надежда на будущее, на счастливое будущее наших детей. Я верю вам, спасибо вам. Участники митинга приняли решение начать сбор подписей в защиту Гагаузия-Лэнд во всех населенных пунктах автономии. Мы позвонили в территориальную организацию государственной налоговой инспекции в Камрате, чтобы выяснить, были ли проведены проверки на строительной площадке парка Гагаузия-Лэнд, и если да, то выявлены ли нарушения и какие. Также мы хотели выяснить, поступали ли жалобы, послужившие основанием для проверок, и были ли со стороны Кишинева требования помешать строительству парка развлечений Гагаузия-Лэнд. Глава службы по коммуникациям налоговой инспекции Адриан Платон сказал нам, что не располагает подобной информации и сможет ответить после того, как ознакомиться с данным вопросом. Мы также обратились к главе Генерального управления строительства Камрата Сергею Болгарь с вопросом, в сообщении он рекомендовал нам спросить об этом в районной администрации Камрата, которая по существу и жалуется на оказываемое давление со стороны проверяющих структур. За реакцией по поводу обвинений в адрес правящей партии и заявлений о том, что проверки проводятся по ее требованию, мы обратились к пресс-секретарю ПДС Адриане Влас. Она ответила следующая цитата «Эти обвинения не более чем популистские глупости. ПДС не занимается проверками. Абсолютно все должны соблюдать законодательство в области строительства». Между тем, ранее представитель органа технодзора, инспектировавший ход строительных работ в Гагаузи-Лэнд, заявил нашему телеканалу, что проверки проводятся по запросу государственной канцелярии. Кроме того, мы позвонили в инспекторат по защите окружающей среды Гагаузии. Инспектор Николай Герчогла сообщил, что от Кагульской территориальной организации были получены все затребованные документы для подтверждения, что строительные работы могут быть проведены. Однако они до сих пор не изучены. При этом Герчогла сказал, что никто из инспектората не мешает ходу работ. «С нами было выдано предписание о том, чтобы они приостановили работы до получения всех необходимых документов, а в частности оценки воздействия на окружающую среду. Вот что касается экологии других служб, я не знаю. Документы вроде бы есть, но мы еще с ними не ознакомлены. Вроде бы есть оценка, уже сделана Акогула, но агенты Аджинцы и Демидилы, но мы еще с ними не ознакомились. Никто не мешает, работа ведется, как я. Работа ведется. Мы сейчас находимся на объекте, работа ведется. Наша съемочная группа побывала и в управлении технадзора Камрадского района, где находился только один сотрудник, отказавшийся сначала предоставить нам подробности о проверках на территории строящегося парка развлечений, но затем признавший, что они были. Если по этому поводу замечания со стороны инспекторов, он сообщить отказался. Хорошо, скажите, пожалуйста, были ли какие-то проверки в каком сленде? Ну, вы же сами видели, сами присутствовали же на всех. Ну, это протесты, а я спрашиваю о проверках, если они были и если можете подтвердить эту информацию. Ну, то, что проверка была, да. По какому поводу, что рассматривалось и в ходе... Давайте еще раз, я только что, только что говорила, что я не могу давать комментарии. Пока не завершится весь процесс, мы не имеем права разглашать информацию по проверке. Когда процесс будет завершен, будет вынесено утвердительное решение, будут пройдены все обжалования, необжалования, контестации и прочее, тогда уже мы сможем как-то дать пояснение, если у вас будет желание. Дополнительных проверок не будет. После устранения замечаний, которые были указаны в протоколе, будет просто открыт повторный, ну, как, скажем так, не знаю, не возобновлена, они напишут нам официальное письмо, что они устранили замечания, приложат те документы, которые они не смогли предоставить нам в период контроля. Мы повторно открываем проверочный лист, если эти замечания устранены, то все. Напомним, 13 сентября прошлого года башкан Гагаузии Евгений Угуцул объявила о начале строительства парка бесплатных аттракционов Гагаузия Ленд. Поддержку в реализации этого грандиозного проекта оказывает политик Илон Шор. Финансирование строительства Гагаузия Ленд и многих других инфраструктурных и социальных проектов в регионе производится из внебюджетных средств. Столица переживает настоящие пчелиные атаки. Пользователи соцсетей публикуют на своих страницах фото и видеоматериалы из разных районов города и пригородов о нашествии пчел. Сотни пчел роятся вокруг продавцов и покупателей на центральном рынке Кишинева. Как утверждают специалисты Министерства сельского хозяйства, это явление естественный процесс, известный как роение. Колония пчел делится, чтобы сформировать новую колонию, что является обычным делом для нынешнего периода, поскольку сейчас хорошие условия для размножения. нашествия пчел в столице. В последние дни все больше пользователей интернета публикуют фотографии видео раев пчел в разных районах страны. Насекомые в большом количестве захватили даже центральный рынок Кишинева. Сотни пчел роились среди покупателей и продавцов. Один мужчина попытался их собрать. А он откуда их привез? Это матка и он их собирает. Находившиеся там люди сказали нам, что не увидели никакой опасности в летающих насекомых. Наверное, их кто-то упустил. Никого не ужалили? Нет, они умные. Кто-то пришел и их собрал прохожий. Вы испугались? Нисколько. Никто не испугался. Мне показалось, что, возможно, кто-то их потерял. Целая пчелиная семья. Рой пчел появился и на стадионе Зимбру. Они облепили громкоговорители. Приехавшим специалистам в защитной экипировке пришлось их собирать. Еще один рой был замечен в воротах города. Нашествие пчел было зафиксировано и возле некоторых торговых центров столицы. Пресс-секретарь Министерства сельского хозяйства Даниэла Туркулец рассказала Пятому каналу, что это явление естественный процесс, известный как раение. По ее словам, это означает, что колония пчел делится, чтобы сформировать новую колонию, что является обычным делом для нынешнего периода, поскольку сейчас хорошие условия для размножения. Раи пчел обычно не агрессивны, они ищут новое место для основания своей колонии. Пока их не провоцируют, они не представляют опасности для человека. Если граждане заметили рой пчел, мы призываем их связаться с Национальной ассоциацией пчеловодов Республики Молдова или обратиться к какому-нибудь местному пчеловоду. Пчеловоды проходят соответствующее обучение, чтобы безопасно собирать раи и доставить их в оптимальных условиях. Отметила Туркулец. По словам медиков, в большинстве случаев укусы насекомых проявляются небольшим покраснением кожи, зудом и незначительным отеком. В редких случаях укусы насекомых вызывают тяжелые аллергические реакции. Наиболее опасными являются укусы пчел или ос, которые проявляются в виде местной реакции с отеком кожи в месте укуса. В более тяжелых случаях могут появиться и другие симптомы, такие как отдышка, головокружение, рвота и потеря сознания. Молдавский альпинист Мир Чабачу завершил рекордную серию восхождений на семь высочайших горных вершин мира. Утром в среду 22 мая он поднял флаг Молдовы на вершине горы Костюшко в Австралии. Молдова пишет историю. Альпинист Мир Чабачу стал первым гражданином Молдовы, успешно покорившим семь наивысших точек на всех семи континентах. Завершился маршрут на горе Кощюшко в Австралии, где спортсмен поднял флаг нашей страны и отправил послание своим детям. Дети мои, привет! Вот и с моей вершины. Очередь совершать чудеса и подвиги. Всего доброго, на святую. Ваш папа. Ранее Мир Чабачу стал первым жителем Молдовы, поднявшим флаг Республики Молдова на вершине Винсона в Антарктиде. Также он покорил самую высокую гору планеты Эверест. В повседневной жизни Мир Чабачу занимается бизнесом. На этом наш выпуск подошел к концу. Такое было этой недели. Таковы основные события политической, экономической и социальной жизни уходящих семи дней, о которых вам рассказывали я, Олеся Кайряк и мои коллеги. Спасибо, что это время провели вместе с нами. Следите за нашими новостями и программами на нашем сайте, а также на страничках в социальных сетях. Всего вам доброго и до встречи на просторах интернета. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова